заявление о том, что ущерб будет покрыт для бизнеса, что государство безусловно поддержит всех представителей малосредним бизнесом. Мы знаем о том, что выступила ассоциация бизнеса от Амикен с заявлением соответствующим о том, что бы собственники подавали соответствующую информацию, заявление об ущербе. Я думаю, государство и в целом наше общество должно сейчас сплотиться для того, чтобы поддержать собственную экономику и предпринимательский класс. Как вы уже сказали, президент озвучил о всех социальных обязательствах государства, которые будут исполнены, несмотря ни на что. Кстати, о поддержке бизнеса. Я бы хотел понять, есть ли у нас резервы, чтобы покрыть вот эти все издержки? Я полагаю, что, конечно, у правительства есть определенные резервы для таких случаев. Но надо не забывать, что для таких крупных, скажем так, выплат, для каких-то крупномасштабных программ поддержки в конечном итоге правительство, если даже не найдет средства в текущем бюджете, оно может обратиться к средствам резервного фонда, национального фонда. То есть, в принципе, изыскать средства можно. Я думаю, в данной ситуации даже необходимо и с политической точки зрения, и с экономической точки зрения для того, чтобы поддержать стабильность и для того, чтобы обеспечить поступательное развитие нашей экономики и предпринимательского в целом сектора, потому что без этого невозможно будет восстановление, без этого невозможно будет вообще нормализация в долгосрочном плане. Сейчас, на ваш взгляд, уже существуют инструменты поддержки. Как это будет определяться? То есть, я заявил ущерб в миллиард тенге. Как меня будут проверять? Как меня будут субсидировать на эти издержки, как называется, потери моей бизнеса? То есть, как это будут восстанавливать? Есть ли инструменты или их еще предстоит только разработать? Ну, насколько я в курсе, я могу ошибаться, но сейчас на данный момент нет какой-то конкретной, скажем так, процедуры, по которой это будет производиться. Но я думаю, что в ближайшие дни мы о ней узнаем. И, возможно, даже во вторник президент объявит об определенных, скажем так, инициативах в этом направлении. Но я думаю, при наличии такой мощной ассоциации, как «Атамикен», при наличии в целом достаточно организованных ассоциаций бизнеса по отраслям, я думаю, в принципе, весь этот процесс, он не должен занять много времени, потому что, в принципе, речь идет о достаточно таких стандартных процедурных вещах. То есть тогда бизнес, видимо, будет обращаться к государству, значит, к государственным органам, соответственно, с заявлениями, с примерной оценкой, скажем так, своих потерь материальных в результате произошедших событий. И государство, соответственно, будет в каждом конкретном случае определять там ту сумму, которую оно реально... Я почему говорю об инструментах именно, я не зря затронул эту тему, потому что не получится ли так, что я действительно потерял миллиард, а кто-то не потерял, но требует этот миллиард ему восстановить? То есть как вот в этом случае быть? То есть как эти риски свести к минимуму? Ну, я думаю, существуют какие-то объективные системы оценки для того, чтобы понять, каков действительно реальный ущерб бизнеса, потому что его в конечном итоге же надо будет обосновать, доказать. И это не просто слова и заявления бизнесмена, это определенная доказательная база должна быть. Ну, допустим, если это, условно говоря, недополученная прибыль, то есть он должен был предоставить, видимо, контракты, договоры, по которым он должен был получить соответствующие оплаты. То есть вы считаете, что это тоже будут покрывать недополученную прибыль? Я не знаю, что будет входить в общий пакет, скажем, социальной помощи. Это все-таки функция правительства, как бы определить это. И на данный момент мы знаем о том, что само правительство у нас находится во временной отставке, то есть люди временно исполняют обязанности. Я думаю, что вот как только будет объявлена, значит, уже фигура премьер-министра, как только будет сформировано правительство, я думаю, в ближайшие дни и часы уже все эти процедурные моменты, они будут запущены, что называется, в полный оборот. Ну, а вот сейчас уже можно говорить, сколько недополучит казна? То есть если вот мы считаем бизнес, да, то сейчас пока никто не задается вопросом, а сколько нам обошлось погромы зданий, машин, спецтехники, да, вот человеческие силы задействованные там, то есть вот эти вот переброски спецназа, во сколько это все обойдется. И понятно, что бюджет на этот год, а может быть даже и на следующие годы, будет со значительным дефицитом. Вот вы как считаете, хватит ли наших резервов на покрытие вот этого вот? Или нам все-таки придется тоже заимствовать их? Ну, смотрите, если говорить о потерях непосредственно госорганов, то есть имеется в виду материальный ущерб, который был нанесен зданием государственных учреждений, который был нанесен правоохранительным органом, в частности спецтехникой и так далее, то я думаю, в принципе, это не настолько критические цифры, что они были неподъемны для нашего, так сказать, бюджета. Потому что, ну, в конечном итоге мы знаем о том, что, ну, слава богу, пострадали не все, значит, акиматы и количество машин, которые вот было озвучено сегодня министром внутренних дел, которое было уничтожено погромщиками, оно составляет, по-моему, в районе 400. То есть это не те цифры, которые как бы являются глобальными с точки зрения государства. И опять же, повторяюсь, у нас существует подушка безопасности в виде национального фонда, к которому можно всегда обратиться в таких вот непредвиденных обстоятельствах. Я думаю, что более крупные потери и более, скажем, серьезные обстоятельства, которые надо сейчас иметь в виду, это то, насколько мы теряем, с точки зрения нашей инвестиционной привлекательности и с точки зрения потерь наших компаний, которые котируются на западных биржах. То есть мы уже знаем, что даже вот в первые дни вот этих погромов, когда вся эта дестабилизация началась, то есть наши такие, что называется, голубые фишки, которые вот котируются на Лондонской, в частности, бирже, такие как Каспийбанк. Это, кстати говоря, такая история успеха, одна из немногих, история успеха в последнее время. Причем инновационный бизнес, который, ну, не сырьевой, абсолютно, что называется, сделан мозгами людей. Вот он потерял, по-моему, если не ошибаюсь, последняя цифра в районе 30% своих стоимости. Акции. Они просто рухнули. Понятно, что как бы инвесторы, они беспокоились о том, значит, как будет развиваться ситуация. Им важно было как бы зафиксировать свои какие-то прибыли, так сказать, и, в общем, выйти, наверное, из этих акций, чтобы, так сказать, они опасались, и это, естественно, как бы все хеджируют свои риски. Также наши сырьевики, понятно, потеряют, в первую очередь, урановый сектор, который как бы также считается одним из, как бы, становых хребтов нашей экономики. И вот вчера, кстати, если позволите, вот немного отвлекусь, вот вчера во время обсуждения на одном из российских каналов, где участвовал в качестве эксперта, выступал известный израильский эксперт Яков Херми, вот он, кстати, акцентировал внимание именно на этом, на том, что многие не понимают вообще, на самом деле, значимости Казахстана с точки зрения вот мировой экономики именно как основного поставщика уранового сырья. Потому что для, с точки зрения риск-менеджмента, вот тех аналитиков, которые анализируют, скажем так, извне ситуацию в нашей стране, это был один из приоритетных ключевых вопросов. Потому что тот, кто теряет контроль, скажем так, над урановым циклом, тот стоит под угрозу безопасности практически всего мира. То есть мы, по-моему, 80% экспортировали? Если я не ошибаюсь, 40%, да, 40%. То есть и в данном случае, как бы, это не столько даже экономический ущерб, не экономический риск, это серьезнейший риск безопасности, глобальной безопасности. Энергетической. И не только энергетической, потому что из уранового сырья можно производить в том числе не только энергетические таблетки, но и, скажем, грязные бомбы или просто ядерные бомбы и так далее, при нужной, скажем так, степени обработки. И непонятно, в какие руки это могло все попасть. И понятно, что, допустим, для Израиля это как бы ключевой был, так сказать, вызов безопасности и так далее. Поэтому с этой точки зрения, конечно, стабилизация, которая у нас, надеюсь, происходит, происходит достаточно быстрыми темпами, она отвечает интересам, в принципе, всего мирового сообщества. Потому что все с большой тревогой смотрели за ситуацией вот именно в этом аспекте в том числе. Сейчас мы знаем, что все предприятия уранового комплекса, они у нас находятся под надежной защитой, в том числе и благодаря поддержке наших союзников по ДКБ. Поэтому я думаю, что в этом смысле один из ключевых рисков был снят. Ну, если уж переходить уже от частного к общему. Мы вот с предыдущим спикером Айгуль Куспан в студии уже говорили на эту тему, на тему инвестклимата. Хотелось бы узнать у вас компетентное мнение по этому вопросу. Мы по-прежнему привлекательны с точки зрения зарубежных предпринимателей. И не будут ли потоки теперь денежные переправлены в Узбекистан? Ну, это давняя история. Нас постоянно пугают Узбекистаном, как нашим конкурентом, который перетянет на себя все инвестиции, обгонит нас. За последнее время он достаточно хорошо развивается. Узбекистан, слава богу, прекрасно развивается. Мы желаем и народу Узбекистана всяческого развития. Это, безусловно, наша братская страна и так далее. Вопрос в другом, что не все так линейно. То есть это не то, что если, допустим, в Казахстане, так сказать, есть определенные риски текущего плана, подчеркну, да, то есть как бы недолгосрочного, но именно текущего плана, что все инвесторы вдруг резко переориентируются в Узбекистан или начнут инвестировать в какую-то другую соседнюю экономику. Это не так. Инвесторы, я думаю, находятся сейчас в состоянии ожидания. Они хотят посмотреть, как вообще будет развиваться ситуация. Если они увидят признаки долгосрочной стабилизации, если они увидят, что политический режим в стране стабилен, что все контракты и все, так сказать, их активы, они находятся в безопасности, я думаю, что, в принципе, для инвесторов не составит проблемы продолжить реализацию тех проектов, которые они здесь уже начали. Понятно, что они будут закладывать определенную долю риска, скажем так, возможной дестабилизации, но, тем не менее, с точки зрения долгосрочных инвестиций, я думаю, Казахстан как был, так и остается привлекательной страной. В первую очередь мы говорим о сельевом секторе, о секторе производства металлов, цветных металлов, в первую очередь. Мы знаем, что зеленая экономика, она потребует колоссального объема цветных металлов. Вот по разным прогнозам, которые я читал, это в ближайшей перспективе, там, 20 лет, 30 лет, это будет в 4-6 раз рост потребления таких цветных металлов, как никель, кобальт, медь и так далее, и так далее. Это все то, что производится у нас здесь в Казахстане, в частности, в Восточной Казахстанской области и не только. Другое направление – сельское хозяйство. Все понимают, что, допустим, органическое сельское хозяйство практически исчерпало свои ресурсы во всем мире, потому что пахотных площадей новых нет. И единственная страна, которая как бы обладает неразработанными пахотными ресурсами с большим, скажем, потенциалом – это Казахстан. И опять же для инвесторов мы видим на примере России, насколько рвануло сегодня сельское хозяйство. Почему? Потому что туда пришли большие инвесторы, большие инвестиции. Сейчас создаются колоссальные агрохолдинги на миллионы, так сказать, гектар. То есть, в принципе, нам на данный момент с точки зрения инвестиций ничего не угрожает? На данный момент, я думаю, что все инвесторы находятся в состоянии ожидания. И они смотрят на то, каким будет вектор дальнейшего развития событий. Если они увидят, еще раз говорю, признаки четкой конкретной стабилизации ситуации в стране, с точки зрения политического режима, с точки зрения контроля, скажем так, за всеми процессами на этой территории, то, я думаю, что их риски и опасения будут во многом нивелированы. И они, я думаю, придут сюда с инвестициями просто в силу того, что Казахстан обладает целым рядом уникальных преимуществ. Это и сырьевые ресурсы, это и наличие пах на земель, это и, в принципе, достаточно дешевая, скажем так, рабочая сила, которую, в принципе, для инвесторов здесь существует много предпосылок для того, чтобы они здесь оставались. Другой вопрос, насколько эффективны будут дальнейшие реформы правительства и дальнейшие шаги нашего главы государства. Мы, в принципе, скоро уже узнаем. Да, я надеюсь, что мы об этом скоро узнаем. Я надеюсь, что они будут настолько эффективными и решительными, насколько это необходимо для нашей экономики сейчас. Ну и последний вопрос, волнующийся сейчас на данный момент абсолютно всех казахстанцев, что будет с курсом тенге? Все опасаются, когда заработает биржа кассе, что будет пике. Стоит ли? Я не финансовый в чистом виде аналитике, я не могу сказать, будет ли пике или нет, но с точки зрения общей рациональной логики, я могу сказать так, что если, в принципе, мы видим стабилизацию политическую, мы видим, что основные экономические показатели не изменились, нефть никуда не пропала, да, так сказать, и газ никуда не пропал, и все остальное остается на месте, то, в принципе, нет никаких фундаментальных оснований для того, чтобы курс национальной валюты падал. Поэтому, более того, я думаю, что даже может укрепиться, если мы увидим тренд на такую уверенную стабилизацию. Ну что ж, большое вам спасибо, что пришли ответить на наши вопросы. Смотрите следующий выпуск уже менее чем через два часа. Гость в студии Санат Кушкумбаев. Не пропустите и помните, наша сила в единстве. Всего доброго.